В целом, проблема контента, она, естественно, самая сложная, потому что у нас будет достаточно большой объем собственного производства, но мы, естественно, 24 часа канала собственного производства закрыть, для того, чтобы его закрыть, это очень большой объем, огромный объем средств, поэтому мы это понимаем. Поэтому мы пока говорим о 6-часовом блоке вещания канала, вот по тем возрастам, о которых мы говорили. Тем не менее, Министерство образования попросило нас сделать линейку программ от 0 до 3 лет, и для этого возраста мы, как бы, их замечание воспринимали, сейчас эта линейка прорабатывается, то есть это немножко, ну, совсем другой уровень программ, которые нужно, ну, формирует моторику, формирует там распознавание звуков, букв, ну, что-то такое очень простое, в то же время очень понятное для детей. То есть от 0 до 3 лет у нас тоже, как бы, линейка программ должна будет появиться, по крайней мере, такое пожелание мы сегодня имеем. Остальные линейки вы все посмотрели, мы вам их показали, это примерные, как бы, ну, примерные тизеры программ, упор делается на научно-популярные, конечно, для детей программы, познавательные программы. Это, прежде всего, познавательный характер этих программ, который должен соотноситься соответствующим образом и с учебной программой детей. Это первое. Второе, шестичасовой блок, он будет повторяться, это, ну, сделано и для того, чтобы татарские дети, живущие в разных часовых поясах на территории Российской Федерации, могли смотреть эти программы, ну, в свой часовой сейчас, чтобы говорить, потому что, когда будут идти программы в 12 часов ночи до 6 утра, это, конечно, программы для других часовых поясов, которые смогут смотреть эти. Программа составлена как раз, у вас в альбомах есть наша примерная сеть повещаний 24-часового канала, программа составлена с учетом вот этих часовых поясов, повтор этих, ну, по крайней мере, основных мы так для себя пока запланировали, для того, чтобы дети, разные аудитории могли смотреть разные программы.